Ники Бич Это ресторан на пляже с шикарным декором, где подают блюда из морепродуктов. И это первый роскошный пляжный клуб, который был создан в 1998 году, который сочетает в себе элементы музыки, здесь же и ресторан, каждый вечер и день развлечения, мода, даже показывают кино и элементы искусства. Какой же там дресс-код? Ники Бич придерживается высококлассного дресс-кода, называется пляжный шик. Они требуют, чтобы люди были обуты, чтобы на них были рубашки или накидки в ресторане и в баре. Администрация Ники Бич оставляет за собой право отказать во входе гостям, тех, кто не следует указаниям руководства и его политики и могут их попросить покинуть место посещения. Ники Бич Клуб ориентируется на любителей моды и предлагают стильный бутик. Там же, прямо в ресторане, есть вход в этот стильный бутик. Я вот рассматриваю платье необыкновенной красоты. Все это из хлопчатобумажной ткани и вышивка. Очень красивая шелка, по хлопку вышивка. Я не видела никого, конечно, чтобы кто-то там ходил в таких платьях. Я не видела, честно скажу. Платья дорогие. Конечно же, ощущение от этого платья, когда ты его трогаешь, кажется, что ты сейчас вот его оденешь и станешь принцессой. И твоя жизнь станет такая же яркая, красивая и такая же необыкновенно летучая, как эти все вещи, которые тут. У меня такая юбочка есть. Я иногда на пляж хожу в таких вещах. Очень важны все аксессуары, купальники красивые, яркие, на всяких шляпах, декор. Они украшены кисточками, ракушками. Приятное ощущение от этого магазина. Вот сумка такая, анблывая, классная сумка. Цвет у нее очень красивый. Из какой-то рогожки она сделана, 137 долларов она стоит. Это платье 260 с чем-то долларов. Вот такие вот кораллы. Это все в стиле, мне кажется, Версачи. Маргарита. Это такой стрит-арт 2020. Скульптура. Она сделана из какого-то специального полимера. Пальто из джинсовых обрезков. Я стояла, смотрела на него как завраженная. Стоило оно 8695 долларов. Его уценили на 95%. И оно стоило 800 долларов. Но это, наверное, для Чичваркина. Только он может такое пальто одеть. Но я все равно его рассматривала. Я эти все обрезки джинсовых лоскутов смотрела на этом пальто. Сколько времени нужно было, чтобы создать такое пальто. Я просто восхищаюсь фантазией художников-модельеров. Я хожу по этим магазинам. И для меня это окно в их мир. В мир фантазии. В мир таланта этих людей. Сколько здесь разных идей. Вышивка. Какие-то отделки необычные. Вот хожу я по этим шоппинг-центрам в Майами. Я не знаю. Мне трудно сказать, какая разница между Нью-Йорком и Майами в шопинге. Вот, например, Versace Jeans Couture. Я купила себе Карла Лагерфельда сумочка у меня есть. Я такую себе купила. Она не была дорогая. Где-то там может сто пятьдесят долларов. Моя сумочка Карл Лагерфельд. Вот такой Карлуша. Так Карлуша выглядит. Здесь есть металлическими такими. Или пластик. Металлизированный или металл. Такие лого буквы сделаны. Внутри тоже есть лого Карл Лагерфельд. Кармашки на змейке. Один карманчик. Второй просто для телефончика. Очень удобно. Сбоку, здесь с краю, есть тоже карманчик. В принципе, сумочка очень вместительная. Мне она нравится. Я ее ношу с удовольствием. Длинный ремешок. Можно менять размер ремешка. Длину его. На змейке брелок. С логотипом. Очень удобная змейка. Приятная. Ну, я захожу в Майами в шопинг. Может, от того, что солнце, настроение. Ты все время в каком-то таком состоянии умиротворения. Может, поэтому. Но кажется, что у меня сердце выскакивает от того, что я вижу такие вещи. Вышивка, декор, отделка. Я все это рассматриваю. Какая разница, сколько это стоит. Дорого. Это все стоит дорого. Купила себе еще одну сумочку, которая была выполнена из пластика. Прозрачная. Тоже себе такую купила. Пусть будет. Потому что я в Мельбурне видела. Они у нас здесь стоят 800 долларов. Сумочка просто кукольная. Такая хорошенькая. Приятная. Я не помню, сколько она стоила. Где-то у меня есть этикетка от нее. Британский дизайнер ее создал. Керт Гейгер. Но такая сумочка должна быть. Очень интересно сделана ручка. Цепочка. Тяжеленькая. Которую можно регулировать. Можно делать, чтобы носить ее на локте. Можно делать так, чтобы носить ее кроссбоди. Вот так она выглядит, моя сумочка. Один из лучших бутиков Шанель комбинезон. Я там увидела. На следующий день пошла еще раз на него посмотреть. Он стоил 25 тысяч американских долларов. Этот белый комбинезон стоил. А его уже не было. Вот я люблю ходить по магазинам. Рассматривать вещи. Я люблю выворачивать их. Смотреть, как они сделаны изнутри. Для меня это очень важно. Какое качество этих вещей. Как они носятся. Как приятно они ложатся на кожу. Как они ласкают мою кожу. Это очень важно для меня. Какого качества фурнитура, пуговицы. Я получаю адреналин. Когда я захожу в такие магазины, я получаю адреналин. Некоторым людям нужно сходить на футбол или хоккей, чтобы получить такую дозу адреналина. А мне достаточно сходить на шопинг. Ничего не покупая. Просто посмотреть. Пройтись по этим магазинам. Потрогать эти вещи. Увидеть, как талантливые люди свой талант применили здесь. К каждой ткани. К каждому образу. Я восхищаюсь американцами. Еще раз могу сказать. Американки утонченные. У них хороший вкус. Наверное, потому что со всего мира в Америку попадают вещи, созданные самыми лучшими дизайнерами. Каждый дизайнер в Италии, во Франции, Германии, где угодно, все мечтают продаваться хорошо и успешно в Соединенных Штатах. Поэтому американки купаются в этих брендах. Они стараются купить вещи тоже недорого. Ждут, когда на них будут скидки. Когда я иду в ресторан с Эрой или с Нэнси, я всегда думаю, в чем я могу представить, они пойдут в этот ресторан. И по уже тому, в какой ресторан мы идем, сначала должна я посмотреть, конечно, куда мы идем, посмотреть меню ресторана, посмотреть на интернете этот ресторан. А потом я уже подбираю себе наряд, чтобы не выглядеть чужой среди них и не выглядеть чужой в этом ресторане. Обязательно нужно дресс-код. Обязательно нужно хотя бы приблизительно знать, о чем будет этот ужин, чтобы не попасть в просак. Я не стеснительный человек. Я ничего не боюсь. Я веду себя очень естественно. И я уверенный в себе человек. Абсолютно горжусь тем, что я белая, тем, что я русская. И тем, что я советская. Мне кажется, это мои привилегии, это моя особенность. Я в этом особенная. Таких, как я, мало там среди моих знакомых, среди моей семьи в Америке. Они на меня смотрят, раскрыв рот. Они не могут насмотреться на меня. И они с удовольствием слушают. Я говорю с акцентом, конечно же, на английском языке. Но не знаю, когда я начинаю о чем-нибудь рассказывать. Весь стол замирает, и все поворачиваются на меня, смотрят и слушают. Все мои родственники там американские. Поэтому мне нужно быть одетой. Я понимаю, что я не могу шиковать, не могу там дорогие какие-то бренды покупать. Зачем они? Я и так хорошо себя чувствую. Я и так абсолютно уверена в себе. Может быть, это уже для тех людей, которые не знают, не понимают, не умеют. Безусловно, бренды помогают жить. Тут ничего не скажешь. И поэтому очень важно насмотренность. Вот я и хожу, и вот я и смотрю, брожу среди этих вещей, трогаю их, запоминаю. Это все работает. Любой музей, любой магазин, любая выставка остается в голове. И нужно смотреть на самые красивые вещи, потому что мозг все запоминает. В нашей голове откладывается все самое-самое важное, то, что мы видим, наблюдаем. И, конечно же, хорошее настроение. Нужно быть с улыбкой и всегда в хорошем настроении. Это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok